Кашим Жамар Кемегович, а если этот вопрос вам переадресовать, вы могли бы несколько слов сказать на эту тему? Вот по вопросу Фёдора Лукьяна. Насчёт кто ближе к Богу, окажется? Нет, насчёт... Это тоже интересно, но вообще... Вы сказали ваши речи о глобальном лидерстве Казахстана в вопросах ядерного разоружения, это безусловно имеет отношение. Действительно, у нас есть и моральное, и политическое право говорить об этом, потому что указом президента в 1991 году был закрыт Семип-Паласянский ядерный полигон. И с тех пор мы говорим о важности ядерного разоружения. При этом понимаем, что, конечно же, эта проблема очень сложная. По сути дела, договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года не работает. Появились де-факто ядерные государства, появились так называемые пороговые государства. Но по-любому надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру. И поэтому Казахстан был и остаётся приверженцем именно такого мира. Ну а всё остальное, это, конечно же, за членами ядерного клуба, за теми государствами, которые хотят стать ядерными. Но обладание ядерным оружием в современном мире – это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения со всеми государствами мира, что делает Казахстан на практике. Саддам Хусейн тоже так думал. Казахстан